Это как бы продюсер придумал, говорит, давай лучше не Далер Джон, а Джон Далер. Круто, кстати. Как бы звучит. Да. Ты помнишь свои первые строчки, которые ты написал? Своих песен? Своих песен у меня нет. Мне пишут. Я никогда не писал. Мне пишет мой друг. Я только пою, да. Твоим продюсером, да? Продюсером Денис Ковальский, да. Ну, ты говорил в интервью, что в школьные годы... Ну, в школьные годы я пел, как бы, но я же пел не свои песни, а какие-то там наших звезд, или там Далера Назара. Да? Да. Потом кого? Кармацелла Курбонов. Ну, вот смотри, скажем так, ты, допустим, как-то же понял, что это твое. Да. Были вот эти строчки, которые ты спел, и ты понял, что это твое, ты можешь этим заниматься? Да, это не только я понял. Ну, поняли все в окружении. И мама, и отец. Они говорили, что да, учиться ему, конечно, не дано. Им надо петь. Так и получилось. А я с детства даже в школе был, когда я очень хотел, мечтал об этом, стать певцом, там все это. И когда я попал в Москву, как бы, мне говорили, что у тебя все получится, все получится, и я, реально, вот это меня вдохновляло, вдохновляло еще больше. То есть я, то, что мне говорили, что, чувак, у тебя все получится, ты крутой, ты поешь просто круто, у тебя все получится. То же самое. Я вот верил в это, и у меня все получилось просто. Реально. Я шел к этому долго, но я очень счастлив, что я что-то сделал. Как ты думаешь, если бы отец тебе подарил, ну, скажем, боксерские перчатки, твоя жизнь изменилась бы как-то? Ну, я... Ты бы в другом направлении пошел бы? Ты знаешь, я очень, как бы, как тебе объяснить? Как есть? Возможно. Возможно, я бы стал боксером, да. Ну, видишь, он-то подарил мне кассету с Майклом Джексоном, видеокассету, а не перчатки. Возможно, если бы он подарил мне, конечно бы, я, может, стал бы боксером. Ну, я так боксирую чуть-чуть, Майкл. Поднимножку, да? Ну, да, ты заметный атлет. Заметный. Ты активно занимаешься спортом, блин, респект. Ну, да, видишь, как похудел. Сейчас нет. Ну, это так временно. Мы тоже там худеем, поправляемся, но это нормально. Кроме фитнеса, чем еще занимаешься? Ну, я когда-то занимался борьбой, ну, я немножко занимался боксом, вот, и фитнес у меня регулярно, но у меня сейчас, можно сказать, где-то месяц у меня, типа, прогул. Вот. Ну, я сейчас приехал на родину, отдыхаю, не хочется ничего делать, хочется, чтобы тело тоже отдохнуло. В инстаграме у тебя есть крутое видео, которому я завидую, когда ты делаешь выпады с девушкой на плечах. Я просто этого не делал, я хочу понять, вот, какие ощущения, когда ты выпады делаешь в зале с девушкой на плечах, круче, чем со штангой. Со штангой? Мне кажется, да, потому что мне посоветовал тренер, он говорит, возьми девочку, у тебя будет просто ровно работать ноги, то есть ты не будешь шататься или как туда, ты просто возьми ее вот за две ручки и ходи, делай выпады. У тебя ровно будет получаться и у тебя, как бы, быстрее, да. Ну, я подошел к первой девочке, я говорю, можно, как бы, это, можно я тебя покатаю чуть-чуть? Вот, получилось, что она говорит, да, покатай меня. Ну, я в хорошем смысле, на плечах, вот, не подумай, что. Дальше катание не пошло. Ну, как бы, ну, да. В юности ты был хулиганом? Да, очень-очень, у меня просто весь, весь дом, просто, я не знаю, если было бы возможность, типа, если дали бы им разрешение, они бы меня подожгли бы, как Жану Дарк, реально, я тебе говорю, прямо на площади, возле подъезда. Самое безумное хулиганство, Павел. Самое безумное хулиганство? Да. Помнишь, что я не знаю? Помню. Когда я пожар устроил в подвале. Ну, я, типа, был таким любопытным мальчиком, который зашел в подвал, да, там, темно, что там такое, а у меня в руках спички. А там я не знал, что там всякие дрова, там всякое. Захожу, типа, спичка не горит, взял палочку, разжег там, нашел, не получается, нашел веник какой-то, разжег, о, горит, пошел. Посмотрел, ну, ничего интересного, бросил этот, как его думал, потухнет. Ну, где-то через полчаса вернулся, а там целый пожар в подвале, и сто человек с ведрами бегут. Тушат этот огонь. И я так сделал вид, что я ничего не сделал, и пошел спать. В ментовку не попал? Нет. Повезло мне. А были случаи, когда тебя привыкли, и ты попал? Ни разу в жизни. Ни разу. Вот тут, 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 ни разу в жизни. Время – один из самых бесценных ресурсов, соответственно, его необходимо постоянно контролировать. На телефоне, на компьютере или на других гаджетах. Но люди все равно приобретают часы, чтобы показать свой статус, подчеркнуть свой стиль и дополнить свой образ. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить о том, каким великолепным подарком являются красивые часы. Мировые бренды – Тесот, Майкл Корс, Энклейн, Техномарин, Булова и Армани. Также женская коллекция от этих лучших брендов для ваших прекрасных дар. Прямая поставка с Нью-Йорка. Бесплатная доставка по всем регионам Республики Таджикистан. Качество можно купить по приемлемой цене. Подробности по ссылке в описании. Подростки, хулиганы, они себе подбирают жанр, рэп и как минимум рок. Как получилось, что ты попал в направление поп-музыки? Смотри, я как бы меломан, да? Мне нравится все направление музыки. Я люблю и рэп, и рок, и попсу, и, я не знаю, и кантри, и все, что захочешь. Если она хорошая музыка, я ее слушаю, если она крутая. А я никогда не думал, что я стану поп-певцом, но так получилось. Так получилось, что мне больше повезло, типа, петь попсу. То есть, это легло на меня, на меня. Ну, типа, рэп, это не мое. Рэп я могу слушать, да, мне кайфовывает все, круто. Но рэп как-то петь у меня не получится. Ну, я как читал, но у меня не получалось, потому что слух у меня не для рэпа. Поп, скорее всего, ближе ко мне стоит, потому что я... Вот там я могу петь, я могу работать с голосом. То есть, я могу и высокие ноты брать, и низкие. Вот там горло работает, да. В интервью ты говоришь, что у тебя есть иранские корни. Да. Это так? Это так. Чуть-чуть расскажешь об этом? Ну, там у мамы есть. С мамой стороны? Да. С мамой стороны. Ну, там бабушка, прадедушка там. Это тебе помогает, что ты такой красавчик? Нет, я думаю, я просто похож на маму, и все. Больше всего брат на отца. Да, я родился в Таджикистане, и я считаю себя таджиком. И я горжусь этим. Люблю свою родину, и все, что от меня зависит, и чтобы поднять наш флаг еще на небо, больше, выше. Я это сделаю. Профессионально начал заниматься музыкой 19 лет. Да. Ну, как тебе объяснить? Не профессионально, меня никто не учил вообще петь. Я же сам взял микрофон и сказал себе, я хочу петь, и все. Я хочу петь профессионально. Но, когда мне было 26, 10 уроков, какая-то женщина просто со мной, преподавала 10 уроков со мной. Просто поставила мне, типа, какие-то там, я не знаю, тембр какой-то там, я не знаю, но я ничего не почувствовал. А остальное все сам. И мне все приходили, даже вот из шоу-бизнеса многие, говорили, что пацан очень, как бы, профессионально поет. Это уже в Москве? В Москве, да. Ну, у меня в Москве все это началось. Меня, знаешь, больше, какой вопрос больше интересует? То есть, кто, смотри, ты в 19 начинаешь все это дело, да? Угу. Но слава, вот я это считаю, что слава, которая сейчас у тебя, она пришла, ну, грубо говоря, в 28. Ну, да. В 2016 году, дебют, я правильно понимаю? То есть, мы, вот то, что ты вот это все время терпел, да, и стремился к этому, а что тебя мотивировало, что себя держало в этом? Ну, я не знаю, я просыпался о том, что верил, что у меня когда-нибудь все получится, все пойдет. То есть, найдется человек, который мне поможет это, найдется, не знаю, продюсер, не знаю, найдется тот человек, который откроет мне двери. Вот, я верил в это и не переставал верить в это. Вот. И так и получилось, оказывается, что тот человек, который поверил в меня, он всегда был рядом. Он просто смотрел за мной, какой я человек. Он просто, это как бы его первый проект, да? Он вообще-то пишет же всем песни, да? А проект у него первый я. Вот. Он за мной много лет, можно сказать, следил. Какой я человек и... На что ты способен? На что я способен и вообще дружить со мной. А были моменты, когда, допустим, ты уставший, вообще никакой, но тебе говорят, нет, продюсер говорит, нет, ты выйдешь и будешь петь, потому что надо. Перешагнул через себя, вышел и спел. Было такое, да. Ну, это, во-первых, дружба дружбой, работа есть работа. Вот. Если у тебя с человеком контракт, да, ну, дружить-то мы дружим, да, очень хорошо. Но работу не должна касаться дружбы или что, работа есть работа, бизнес есть бизнес. Субординация есть субординация. Конечно, да, да. Вот как ты думаешь, если бы не продюсерский проект, ну, грубо говоря, да, ты бы смог продвинуться, скажем, в российской шоу-бизнесе? Ну, как тебе объяснить? Я не переставал в это верить, да, но я на этот вопрос не отвечу тебе, потому что, ну, не знаю, наверное, бы сделал бы это все, потому что я верил в это, и я верил даже без Дениса. Когда Денис был рядом всегда, я верил, что, я даже на Дениса не смотрел, я не думал, что Денис будет работать со мной в будущем. Я думал, что я сам как-то, ну, уже готовился на проекты эти какие-то там, и вдруг, оп, Ковальский появляется. Как ты думаешь, сколько нужно было бы времени без Дениса, чтобы ты продвинулся, чтобы ты вышел на вот тот уровень, где ты сейчас находишься? Без Дениса? Ну, да, там, по времени, год, два, три, десять. Ну, бро, тут я даже тебе не отвечу, потому что все, что мы сделали, это мы совместно с Денисом сделали, да, и я Денису очень благодарен, что реально он во многом мне помог, и он реально там некоторые песни, он даже отказывал своим, как бы, клиентам своим, да, которые он писал песни, которые у него покупали, отказывал там, например, ему понравилось. Мне понравилась эта песня, а он говорил, что нет, это, извини, это для моего артиста. Опять же, в интервью ты говоришь то, что ты первое время работал диджеем в каравате, где ты до этого работал? Нет, я перебью тебя. Первая моя работа была Колянчиком. Вот, потом я стал. Потом менеджер? Потом я стал барменом, потом я стал диджеем, потом я стал и певцем. Самый твой дорогой клип? Самый дорогой клип — это на песню «Мечтай». Немножко расскажешь, где снимали? Мы снимали в Хорватии и в Черногории. У нас камера дорогая была. Я не помню уже, что это за аппарат был такой, он очень был тяжелый. Я помню, что там одевал чувак на себя какой-то костюм и одевал эту камеру. И его еще держали двое людей, когда мы по горам ходили там, ну и то есть на катеры. Ну, примерно сколько он стоит? Камера? Ну, вот оборудование, которое вы брали в аренду. Оборудование, вот именно камеру мы взяли за 5 тысяч долларов на одну неделю. Если бы ты был в шоу-бизнесе Таджикистана? Каким был бы твой успех? Как ты думаешь? Я даже не смотрел это. Я бы, наверное, не смог быть здесь. Здесь я как бы не видел себя никак. Я не знаю. У меня было такое, что я не видел себя никак. В общем, что ты думаешь о шоу-бизнесе Таджикистана? Ну, что-то твое мнение там. Что я думаю? Мне очень нравится, что ребята делают многие. Мне очень нравится их успех. Например, есть люди, которые реально делают крутые клипы, поют. Ну, как-то развиваются вообще очень круто. Мне нравится. Но я сам себя не вижу здесь. Про их самых крутых можешь назвать? Ну, мне очень нравится. Первый – это Далер Назаров. Вот. Ну, это просто… Это папа. Вот. Потом… Ну, Мастера Исмайла возьмем. Ну, он как бы мой друг. И мне как бы нравится, как он читает, что он делает. И вообще его работа. Согласен. Вот. Третий. Ну, мне ему хорошо нравился. Очень сильно его песни. И как он вообще пел. В России намечается какой-нибудь сильный проект, дуэт с кем-нибудь, чтобы мы гордились. Мне Денис сказал, что это как бы тайна. Он пока не разговаривал, но он собирается. Он написал дуэтную песню. Песня называется «Хочу быть с тобой». Вот. Но он смотрит там одну девочку, она как бы очень глубоко в шоу-бизнесе. Вот. Очень глубоко? Да. Не Бузова? Нет. Не Бузова. Глубьше? Ну, можно сказать, она раньше, чем Бузова. Даже так? Да. Три самых топовых места, которые ты планируешь, что обязательно ты будешь там? Обязательно? Ладно. Первое – это я хочу побывать на каньонах в Америке. Угу. Вот. Второе – я бы хотел в Амазонку попасть. Ну, просто увидеть, как там реально люди живут. Вот эти дикие люди, которые, ну, не знают, что такие штаны и что такое футбол. Вообще, чтобы они ничего не знали. Подбега с ним в Галышево. Да. Ну, а писта аборигены такие. Вот. Третье, наверное. Третье, третье. Да, у меня много, куда я хочу. Я и в Бразилию хочу, и в Испанию хочу. И вообще в Южную. Где я был? Да я мало, где был. Ну, ты запомнилась себе. Вот ты был там? Я здесь, честно, я первый раз увидел море, как бы, в Черногории, да? И я прям влюбился в этот город. И мне хочется возвращаться туда вновь и вновь. Реально. Это не о том, не говорить, что я первый клип там снял. Нет. Я первый раз увидел там море. Какие ощущения были? Ощущения были просто, я не знаю. Я просто молчал и кайфовал. Я не знал, что со мной происходит на тот момент, но мне было так хорошо. Ну, смотри, круче, чем когда ты узнал, что твой клип не собрал один миллион просмотров. Мне кажется, да, лучше, круче. Меня как-то это не удивило, Адемиле. Да, так скажу тебе. Я пойду. Вот сейчас у тебя, вот, на счету, сколько песен и какой ты считаешь, что вот это самый удачный проект? На счету у меня где-то 8-9 песен, только из них где-то 4 мы не выпустили, потому что там, когда мы записывались, да, и, то есть, и музыка, как бы, по формату не шла, и там было, что записали, выходит какое-нибудь новое, как бы, звучание, да, надо, как бы, там, поменять минус, вот. Ну, 4 из них мы пока оставили, как бы, ну, недалеко, конечно, ну. Ну, вы их, типа, оставили на двух ящиков, а потом вы их вытащили. Мне очень понравилась песня «Нет измены», потому что она очень, можно сказать, там я рассказал, можно сказать, про свою душу, да, я вытащил все, что было, и на припеве, и вообще, можно сказать, это самая сильная песня у меня, которая вот из всего, что у меня есть, потому что, ну, по баритону, ну, то есть, она высокая. Ну, я мог бы еще выше спеть, конечно, но Денис посчитал, что вот этого достаточно. Когда, допустим, тебе приносят песни, ты, то есть, твое слово имеет значение, то есть, ты сам выбираешь, что вот это можно, вот это нельзя, или, или тебе говорят то, что давай, вот это сделаем. Нет, Денис прислушивается ко мне, он отправляет мне песни, говорит, бро, как тебе, послушай, я для тебя написал. Я ему говорю, там, например, мне эта песня, как бы, мне не подходит, а те песни, которые мне нравятся, я ему говорю, да. Не сильно обижается? Да, не, он не обидится, чем. Мы же друзья с ним, он понимает, как бы. Не, он же тоже дает, как бы, типа, на, послушай, если сможешь, давай запишем, если нет, ну, значит, на продаже. Вот. Вот. Там много песен было, которые я послушал, и которые ушли. Ну, какие-то песни Родриго спел, потом, кто еще, кому-то он продал, там, еще из шоу-бизнеса. Ну, которые мне не подходили, он продавал дальше. То есть, в первую очередь, он почему-то... Почему? Он со мной, да, он с меня сейчас, ну, не всегда, конечно, так было, но, поскольку я его проект, он, в первую очередь, отправляет песню мне, бро, послушай. Вот. Ну, одну песню, одну песню, он, как бы, со мной не посоветовался. Это песня Билана, держи, держи. Это песня Билана? Да. Он написал для меня, но получилось, что он мне ее не отправил, он отправил нашему инвестору, а инвестор наш сказал, что нет, это не формат, он не подходит для далера, все. И все, она ушла. Не жалеешь об этом? Да, нет. Не, он в следующий раз сказал, что будет как что-то, я все, я больше... Ты будешь слушать все, что я напишу новое. А так он, так и он делает. Просто здесь он, не знаю, он посоветовался не со мной, а с нашим инвестором. А в 19 лет, когда ты поехал в Москву, у тебя уже было двойной гражданство или... Нет, конечно. Нет, да? Нет. Гражданство я получил в 2015 году. В 2015? Да. Я ходил без, ну, можно сказать, без паспорта, и меня никто и не ловил. Статья, которая вышла с заголовкой от иммигранта до восходящей звезды, тебя это не напрягает? Почему? Нет. Нормально? Да. Я как бы простой парень, меня это вообще не напрягает, но я же начинал с этого, почему я должен этого стидиться? Я не стяжусь, я говорю, что я поехал, я готов был работать, даже я не знаю, на стройке. Чтобы, главное, маме помогать или отцу, там, мне все равно было кем работать. Круто. Вот. И я это бы сделал, но почему-то у меня попалась вот эта работа. Вот. И дальше пошел. Смотри, насколько я знаю, у тебя сейчас время очень насыщенное, да? То есть у тебя, можно сказать, что не на все хватает. А раньше, когда, допустим, ты работал, ну, колянщиком, да, где времени было побольше, ты мог себе позволить больше, ты не жалеешь об этом? Ну, как тебе объяснить? Ну, о чем жалеть-то? Раньше такого не было, и... Ну, все, что было, я делал, да? Все, что в моих силах. Вот была эта работа. Ну, я тебе так скажу. Я работал колянщиком, но я и делал, и... Я и в баре работал, я и пиццу делал. Это в одном ресторане все было. То есть я... Ты говоришь, что у меня... Вы сами. У меня не было времени даже, я каждый день работал. Понимаешь? Я и пиццу мне заказывали, я там... Пиццемейкера нету, я поднялся, сделал там все красиво. В плиту и отдал все. В баре, например, там бармен не успевает, я бегал помогать ему. Либо его нету, я стоял за баром. Крепче Коляна. Что-нибудь другое пробовал? Ну, я не люблю, как бы я против наркотиков и вообще всего. И нет, крепче я не пробовал. Ну, давай я не совру тебе, конечно. Пробовал, конечно, но мне это вообще не понравилось. То есть это не мой кайф вообще. Я его не понимаю. А что пробовал? Ну, траву. Обычник? Да. Как ты? С чем ты можешь сравнить и говорить о том, что это не мое? С чем сравнивать? Ну, потому что я не понимаю его. Я начинаю тупить. Я начинаю думать о очень ужасных мыслях. У меня в голову приходят всякие там вообще ненужные мысли и вообще ничего, которые не должны в моей голове вообще присутствовать. И вот это начинает меня как бы... Фитнес круче. Фитнес просто намного круче. Намного. Да, мэн. Да, да. Насколько тебя изменила вот эта твоя слава? Слава? Да. Я думаю, вообще не насколько. Я такой же остался, какой я был. Ну, ты хулиганом не остался? Ну, хулиганом я был, конечно, до 18 лет. А так я... Вроде мне все говорят, что ты такой же простой, какой был. Вообще не видно по тебе, что там что-то у тебя поменялось. Вот. То есть, друзья мне это говорят. И мне очень приятно, что я на самом деле в глазах друзей, я там не какой-нибудь там, ох, а грифта или что-то такое. Типа, стал кем-то и начал так однее. Самая крупная сумма, которую ты держал в руках? Самая крупная? Я даже тебе не скажу, бро. Ну... Самая крупная. Ну, две пачки. Зелени? Зелени. Круто. Да. Ну, я еще прикололся вот так, раскидывал, и хватает. Воу, 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 воу. А ты согласен с тем, что деньги меняет человек? Не всех. Не всех? Да. А в твоем случае? В моем случае у меня и деньги были, и все были. И, по-моему, я тот же дайлер. Что тебе больше всего не нравится в твоем характере? В моем характере? Не нравилось когда-то. Ну, когда человек начинает себя жалеть, да, например, там, вот почему-то у тебя не получается, там, не надо, короче, там, если это не твое, значит, не твое, там, все. И в один прекрасный день я просто сказал себе, нифига нахрен, больше жалеть себя не будешь. Будешь идти только напролом, все. Вот гора, ты должен ее пройти, все. Больше нету ничего, никаких, как бы, обговорок или что. Вот есть цель, ползай, блин, я не знаю. Делай все, но ты должен пройти эту гору. И у меня... Получилось. По сей день у меня вот такие мысли в голове. И я хочу идти дальше, и я буду идти дальше. Пока я живу и дышу, я буду это делать. Самый экстремальный твой пастукок? Какой был? Экстремальный? Ты сейчас, конечно, смеяться будешь. Это когда пошли на этот... Как, блин, я даже вспоминать не хочу. Как эта фигня называется? Комнату заходишь, там, блин, вся тебя начинает пугать. Квест? Квест, да. Вот там, конечно, было для меня очень... Жутко было? Жутко было. И мы пошли на какой-то квест, где это не для новичков точно, нет. Ну, это же развлечение. Ну, развлечение, но все равно как-то, знаешь, как-то непривычно. Ты идешь, там, спокойно, все темно, там, и кто-то, там, кто-то начинает тебя бить. А там было такое, что реально, там никто не пугает тебя, а начинают бить. И ты должен от них удрать куда-то. На что ты больше всего тратишь деньги? На что? В Москве? Ну, ладно, давай честно. Я, конечно, шопоголик. Да. Но я сейчас начал, как бы, обходить магазины, ну, типа, вот, прохожу магазин, и я молюсь. Типа, помоги мне, пожалуйста, чтобы я не зашел в этот магазин. У меня получается сейчас. Но я очень много денег, как бы, тратил на одежду. Потому что, ну, это у меня балетия такая была. Я увидел какую-нибудь куртку или джинсы, или футболку, какую-нибудь кофту какую-то. Сколько денег не стоило, если она мне понравится. Я ей с кожи вон выйду, и я достану ее себе. А почему ты сейчас себя ограничиваешь? Потому что, ну, я не знаю. Потому что это плохая привычка? Потому что, да, это плохая привычка, от нее надо избавляться, да. Какие планы у тебя на будущее? Какие планы? Ну, материальные там. Планы такие, что... Ну, надо вперед и стать кем-нибудь. Чтобы о тебе знала не только Россия, и Таджикистан, Душанбе. Да хочется, чтобы вообще весь шар тебя знал. У тебя видео, ты выступаешь в Дом-2. Да, было такое. Как тебе за выступление? Это, как бы, наш инвестор предложил. Он предложил Денису, а Денис мне сказал, что, бро, надо там выступить. Потому что, ну, это не пиар, а их смотрит 50 миллионов. Ну, первая моя мысль была, что, типа, Дэн, ну, зачем, ну, как-то, блин, Дом-2 для меня как-то это. Да Дэн говорит, тебе не похрену. Иди, выступи, их смотрят 50 миллионов. Выйди там, спой. Что тебе от этого будет? Я говорю, окей. Раз ты сказал, давай пойдем. Споем. Ты с ними общался вообще в Доме-2? В Доме-2? С участниками. Ну, я их не помню, но я их видел, конечно. Я с ними здоровался и... Возле костра они сидели? Не, возле костра они сидели. И это же круто. Зачем мне туда? Не, я не осуждаю никого там. Это им нравится, они хотят этого, они снимаются. Это их. Как бы каждый человек выбирает свой путь сам. Согласен. И чтобы сидеть еще там, говорит, да, посмотри он какой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Не, это как-то пустая трата времени. Каждый человек, чем бы он ни занимался, значит, он выбрал это. Все. Больше не о чем говорить. Это его жизнь. Она у него одна, и он отвечает за себя сам. Ты не вправе осуждать его. Кем он? Кто он такой? Гей он? Пидор он? Блин, я не знаю, он какой-то, я не знаю, идиот или чего-то, мазохист. Это его, как бы, это его жизнь. Он выбрал этот путь. И пусть идет по ней. Я не бог, чтобы осуждать его. Я делаю свою работу, которая мне нравится. И я тоже не хочу, чтобы в мое дело вмешивались всякие люди. Но они будут вмешиваться, конечно. Но мне вообще все равно. Я не обращаю на это внимания. Какой коммент больше всего тебе не понравился под твоими клипами? Под моими клипами? Да. Я когда я читал это все, я ржал, конечно, как конь, на самом деле. Ну, там, например, самый смешной был, типа, о, теперь индусы поют на русском, круто. Я такой стою, блин, говорю, круто. А потом еще было такое, о, опять хочу. Там, типа, выходят на русскую эстраду. Но ты к этому ко всему относишься со смехом, да? Да, конечно, что там? Ты особо не напрягаешься? Нет, вообще все равно. Даже там такое было, что Джон Даллер пошел нахуй. Там из шоу-бизнеса, короче. Там не тебе здесь петь, там, так и так. И мне даже вот здесь я поржал, хорошо. Ну, знаешь, хочешь поднять себе настроение, зайди в комменты и прочитай, там, что тебе пишут. Кстати, да, я тоже вот это все читал. За это я не понимаю. Там надо попкорм взять и сесть, читать и ржать, все. Как будто на комедии пришел. В Таджикистане с кем бы ты хотел, скажем, в дуэте спеть или какой бы проект замутить? У нас намечается с Эм Ваном, с мастером Исмайлом. Исмойль. Какого-то? Вот. Вот мы на днях встретились. Мы как бы должны сейчас сесть с ним и до моего уезда что-то сделать. Пока будет просто трек, да? Ну, возможно, мы сделаем потом клип. Сначала надо записать трек. Он будет рэп читать, я буду на припеве. Это идея вот такая. Смотри, а если будет вот такое предложение, да? Приезжай, сделаем хороший проект, продвинемся и будешь постоянно в душе. Ты бы выбрал? Ну, я, наверное, пока бы я... Нет, я бы не выбрал это, потому что... То есть, я поехал в большой город, чтобы добиться чего-то. И вернуться опять оттуда, в маленький город и что-то опять доказывать. Но как-то... Я бы не хотел этого. Я хочу, как бы, чтобы мои горизонты еще стали выше и выше и больше и больше. А дальше в Европу, в Америку есть? Ну, дай бог, дай бог. Конечно. Будет. Главное, вера. Согласен. Мечта никого не убила. Мечтай, иди, делай. Твоя мама не очень была довольна. Чем ты занимаешься? Сейчас изменились? То есть, музыкой, да? Ну, то есть, музыкой, да. Сейчас ее мнение изменилось к этому? Просто, знаешь, намного изменилось. Она реально начала мне говорить там, сынок, ты молодец, ты столько сделал. И даже когда я проколол себе уши, она меня посмотрела на меня и говорит, никогда не снимай. Тебе очень идет. А мне главное мнение моей мамы, а все остальное говорят, то мне похрен, что они говорят. Мне главное, моя мама мне сказала. Для меня это как бы святое. А отец как реагировал на Сергей? Ну, отец как-то сказал, что сын, зачем тебе это все? Ну, потом как бы принял тоже нормально. Татуировок нет? Ну, татуировок нет, я не буду это делать, наверное. Почему? Ну, как-то не нравится мне это дело. Зачем мне портить свое тело? Я буду говорить некие сравнения, да? Ну, давай попробуем. Ты уже там выберешь. Я это называю детектором. Первое сравнение. Шляпа или бейсболка? Бейсболка. В интервью ты говорила, что моя мечта собрать олимпийский в Москве. Да. Но еще одна мечта у тебя была то, что ты хочешь стать актером. Да, и режиссером, и снимать клипы, делать, и сценаристом. Брат, если я тебе сейчас не что-то буду говорить про свои мечты, тебе блокнот нужен будет. Серьезно. Я постараюсь, не запомню. Теперь сравнение. Многотысячный концерт в Олимпийском или стать продвинутым актером в российском шоу-бизнесе? О-о-о-о. Знаешь, с чем? Наверное, я сначала выберу вот этот многотысячный народ, а потом я стану актером. А если у тебя будет один вариант? Один вариант? Ну, золотая рыбка. Золотая рыбка. И одно желание? Да. Вообще-то там три. А здесь одна, что ли? Ну, еще шляпа была. Третий ждет. Не, наверное, я выбрал бы многотысячный зал толпу в Олимпийском. Круто. Какое качество ты больше всего ценишь в себе? Качество? То, что я... Сейчас тебе скажу. То, что я справедливый. То, что если мне что-то не нравится, да, я не могу там, например, он мой друг, если он не прав, я ему скажу, что ты не прав. Если он с кем-то там, например, спорит, и он не прав, я ему скажу, что ты не прав. Последний инцидент помнишь? Последний инцидент? Ну, где ты сказал тоже, друг, ты, сука, не прав. А вот это незнакомый человек, который прошел, он прав. Или же? Ну, я не вспомню тебе число, я тебе не скажу, конечно. И месяц, и год, наверное, тоже не скажу. Но... Было. Такое было, да. Чего в тебе больше, достоинство или недостаток? Ну, и достоинство. Достоинство у меня, как бы, нормально. Круто, круто. Ну, недостатки, наверное, что, конечно, у каждого человека есть недостатки свои, но, как бы, мы работаем над этим. Каждый человек должен работать и стремиться к этому. А чего в тебе больше, вот, недостаток или достоинство? Недостаток? Ну, недостаток, наверное, то, что я еще не собрал вот это. Ну, просто это сравнение. Видишь, недостаток в том, что я еще не собрал вот этот стадион олимпийский, понимаешь? Вот, вот чем недостаток. А в основном я радуюсь жизнью, мне нравится все, брат. Я люблю жизнь. Жизнь прекрасная и хороша. Посмотри, как красивый мир наш. Небо, горы, водичка мутная. Пока. Но скоро она вам чистая, да? Да. И самый мой любимый вопрос, который я обычно задаю этим нашим певцам, это насколько грешен певец, который поет под фонограмму? Насколько грешен? Ну, я тебе не отвечу на это, но я не понимаю тех людей, которые поют под фонограмму. Все. Я скажу, что мне очень нравится петь вживую. Это еще кайф. То есть, под фонограмму не выдаются вот те эмоции, понимаешь? Ты не даешь вот этого народу. А здесь, когда ты живую поешь, ты даешь вот эту энергию. На, лови и кайфуй. То есть, ты отдаешь свою энергию и забираешь у них еще. Вот, что там творится, мэн. А под фонограмму? Когда последний раз был у тебя фонограмм? Последний раз фонограмма? Это было, короче, мы забыли минуса. Я забыл минуса. Это было 14 февраля. Как я флешку дай сегодня? Как ты флешку сегодня дам? Кстати, да. Мне надо было уже выступить. И я сказал, что я много песен не буду петь. Я спою две песни, потому что это под фонограмму. Ну и сделай мне микрофон громче, чтобы мой голос вживую тоже прозвучал, чтобы люди не подумали, что это фонограмма. Так и получилось. Это было 14 февраля. А до этого, я не помню, когда было такое. Наверное, два года тому назад, то же самое, та же проблема. Только мы были в Костроме. Там река Волга, что ли. Ресторан огромный был. Мы там выступали. Это родина Дениса. Ну, не родина, а где он родился. Окей. Твой кумир? Майкл Джексон. Майкл Джексон. Если бы у тебя было бы возможность оказаться перед ним, что бы ты ему сказал? Я бы сказал, бля, крутой мой. Бля, я же крутой мой. Какой ты банальный. У нас все, брат, спасибо, что ты выделил время. Майкл, спасибо тебе, бро. Ты реально тоже крутой, чувак. Так, ребята, Джон Даллер, подписывайтесь на канал Iron King и будет вам, что вам будет, вот классно все будет. Всем peace.